Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Раи и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды мы забираем и переходим сразу же в поединки, потому что задания у нас еще не откатились. А вот поединки-то как раз нам нужны. Так, Лига Мастеров, 87 ранг, мне нужно попасть в трехзвездочный ранг, да? Поэтому давай-ка напрягемся маленечко, ну начнем. Так, 77 ранг, у меня всего 4 отката, е-мое, я далеко не уйду. Ребят, такими темпами я далеко не уйду. Ну, хотя бы маленечко, чтобы завтра нам было попроще и поменьше врагов бомбить, для того, чтобы перейти в трехзвездочный ранг. Тем более завтра не забывай понедельник. Завтра уже будем буститься. Ну, или точнее уже сегодня, потому что видосик выйдет на следующий день. Так, ну что у нас? Муха. Ну, конечно же, муха лечит, как всегда. Ну-ка, Ваня, пробьешь? Кто-то, по-моему, сейчас упадет. Е-мое, ребята, кто бы мог подумать, что... Что муха будет быстрее Ваньки. Я лично этого даже и подумать не мог. Потому что муха захиляла команду. Вот тебе и фейл. Да. Отличное начало, я тебе скажу. Просто отличное. Так, Армагон, пойдем. Там, я смотрю, у нас Майки противный. Его нужно ушатывать как можно быстрее. И я надеюсь, что все-таки у Орм... Точнее, у Шредера это получится. Иначе будет больно. Так, слушай, ну, замечательно. Все, тут у нас хорошо. Тут претензий вообще никаких у меня нету. Все получилось как надо. Переходим тогда на следующий поединок. Так, с 85-й позиции мы переходим на 77-ю. Я возьму, наверное, Бакстера и, наверное, здесь же Кожеголового. Так, Макман, подожди пока, не лезь. Я надеюсь, что Кирби не особо скоростной чувачок, чтобы захилять команду. Если мы сейчас не сможем сразу сделать дуплетом. То есть, я рассчитываю на Кожеголового, потом Бакстера. Бакстер. Твою дивизию, блин, ну ты посмотри, что творяет, а. Есть, успели. И хорошо, что Рафаэль у нас не упал. Хотя по нему довольно приличный, да, боец ударил. Какое место у нас получается 69-е? Слабенько, пока еще слабенько. Ну-ка, давай обновим. Ну что, берем Донателло, берем Леонардо и Микеланджело. И будем надеяться, что никто у нас здесь... Слушай, зачем я так делаю, а? У нас все равно три отката, да? Мне все равно не отыграть всю команду. Поэтому давай делать вот так вот. Чтобы без всяких рисков. Нет, я зачем-то пошел в самый хвост и начал там выбирать персонажей. Странный ты какой-то, Рэй. Если честно, странный. Так, ну что, посмотрим. Вертушка хороша, но не совсем то, что я хотел. Так, уклонение у нас, да, было? Есть. Порвали мы их всех. Так, ребят, ну что, двигаемся дальше и смотрим, на какое место мы приземлимемся. Нам бы хотя бы до полтинника дойти, будет уже неплохо. Здесь выбираем... О, 17, 24. Возьму Крэнга и возьму, наверное, Макмана. Раз, два, три. Посмотрим. Посмотрим. Ну, Крэнг, по идее, должен ходить первым. А сейчас посмотрим, насколько сильно он бомбанет. Так, потирает свои лапки и начинается. Ну, неплохо, ребят, неплохо, потому что Макман уже добьет. Поснимали мы с них всякие бонусы. То есть, все бафы, которые они на себя вешают, мы, соответственно, Макманом снимаем. И у нас 53-я позиция. Ёк-макарек. Так, давай тогда попробуем. 17, 24. Вот было. Ай-яй-яй, здесь вот. Ну что, берем Усаги, Зека. Берем Рафаэля. И вот так вот. Такой командой попробуем добить. Так, ну что, бомбочку под ноги. Плюс вертушка от Усаги. И, наверное, Карайка там будет все-таки ходить. Да, будет Карайка ходить и добьет. Ну, в принципе, она оставила тех, кто от постепенного урона. От дуплицы. Но мы, видишь, сами разобрали их. Ну что же, это круто. Тогда мы переходим к следующему поединку. И место у нас уже становится 46-е. Так, давай-ка обновим. Три отката у меня всего, ребята. Всего лишь три отката. Я могу себе позволить только так сделать. Раз, два, три, четыре. Через супер-ширэдер отыграть. Хотя бы один поединочек. Надо, чтобы Эприл упала. И она упала. Так, и на остальных постепенный, да? Попробуем маком нашваркнуть. Не понял. А, на нем не было постепенного урона. Ё-моё. Постепенно урон был на бибобчике. Давай. Да что ты. Такой пучеглазый. Что-то из глаз какие-то там молнии высыпал. Но они, ребята, ничего не сделали. То есть он выжил. Из ума. Он выжил из ума. Какая? Тридцать седьмая. Ребят, ну слушайте, неплохо. Тридцать седьмое место. Я считаю, что это классно. Так, возьму супер-ширэдера. Блин, ну тут, ребята, уже семьдесят восьмые. Тут уже никак. Тут уже никак. Тут придется... Конечно же, брать этих персонажей. И тогда вот так вот сделаем. Я могу, в принципе, купить десять откатов. Это буквально пять поединков. Но вот стоит ли это делать? Ладно, сейчас подумаем. Сейчас мы подумаем, стоит ли это делать. По идее, хотелось бы. А с другой стороны, стоит ли, если мы завтра все равно будем еще рубиться? Интересненько. Очень интересно. Так, откатов у меня нету. Рекламы, насколько я помню, у меня тоже нету. Она еще не успела откатиться. Да. Но мне нужны телепорты, ребят. О, так у меня еще хватает. Слушай, давай тогда. Если у меня баксов хватает, то... Почему бы и нет? Да, ребята, прочитал я ваши комментарии. События, короче, у всех, да? Отменились. И это в тот момент, когда у нас идет фарм Супер Шредера. А я ведь прекрасно знаю, что Супер Шредер это хороший боец. И что фарм на него не каждый день выпадает. И такая подляночка, да? Выпадает. Бац, и отменили. Я даже вот читаю, прям ребята говорят, блин, я так старался, хотел, думал. Пофармить Супер Шредера, а тут на тебе. Действительно. Просто облом. Причем жестокий облом. Так, ну что, ребята, какое место мы займем? Двадцатое, да? Ох ты, тринадцатое. А тринадцатое место, это, ребята, очень даже крутое. Потому что есть вероятность, что сейчас мы приблизимся уже к топчику. Ну, как к топчику, я имею ввиду к трем звездам. Лига мастеров, три звезды. Нам главное остаться в этой лиге. Не упасть ниже. Только в этом случае мы получим с тобой достаточное количество осколков. 75 штук. Которые нам очень сильно нужны. Это сейчас наша основная главная задача, копить именно платиновые осколки. А остальное, как говорится, уже все придет со временем. Ты посмотри-ка, а. Специально оттягивают, да? Специально тянут резину. Ну что же, если они тянут резину, мы тогда будем, ребята, ее тянуть по полной программе. Так, что у нас там еще осталось? Раз, два, три. Кстати, 78 уровень практически максимально доступный, который вот может быть. 79-й это предел, а 78-й это... Это топ. В их эквиваленте, ребята, это как у нас сотый. Смотри, как бомбашит, а. Так, получи, фашист, гранату. Ну что я могу сказать? Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. И смотрим сейчас, какое место мы получим. Во-первых, я поздравляю нас с Лигой Мастеров. 95-я позиция. Два поединка мы еще можем отыграть. Поэтому давай-ка мы, наверное, так и поступим. Не пропадать же добру. Не пропадать же нашим телепортом. А завтра мы, соответственно, за рекламу посмотрим еще 10 штук. И я надеюсь. Мне бы главное не проспать. Вот если я не просплю, то у нас получится буст. А если я просплю, он все равно получится, но будет немножко поздней. Так, ну что, валуном размазали. Слушай, а давай-ка мы сегодня допройдем смятение из другого измерения. Я думаю, что это будет логично. Да? Это будет крутенько. Так, и у нас 85-я позиция. Ну что, последний поединок. И, наверное, возьмем вот этих ребятулек. Да ладно, давай отыграем этих. Какая разница, что туда идти, что здесь оставаться. Главный результат. Ну что, мучим? Так, баксер сразу упал. Он не стал тут дальше выделываться. И Армагон ставит жирную точку своим валуном. Вот в этой всей истории. И я считаю, нормально. 70-я позиция будет, если это будет круто. 76-я. Замечательно. Так, ну что, у нас тут бесплатный пак. 23 тысячи мутагена. Но, по-моему, нам не хватит, да, чтобы прокачать зэка. По-моему, не хватит. Да, нужно 25. Но мы зато можем... Так, секунду. Вот он, майки. Видение. Нам нужно 4 вот этих вот знака найти. У нас пиццы. Пиццы хватает. Так что давай искать. Раз. Два. Три. Ну, давай, давай, давай. Четыре. Замечательно. Ну что, прокачиваем. Ребят, до третьей ступени мы прокачали у вас белочка. Дальше идет 10 биноклей и 14 кружек. Так, мы можем вот это вот улучшить. И вот это. И даже это. Прекрасно, да? А что это за пассивка? С чистого листа. Майки концентрируют свою энергию, находя покой среди деревьев. В начале хода есть вероятность 10% восстановить 10% от максимума хп. То есть, на пассивке он может еще и отхиливаться, да? Ну, неплохо. Так, ребят, ну что, смятение из другого. Да какой патруль? Вот. Вот что мне нужно. Ну что же, поехали веселиться. Начнем. Так, орлы стоят здесь, да? Начнем, пожалуй, с Бакстера. Угу. Ну что ты там? Видишь, бобит по кому? По крокодилу. А почему по нему? Потому что у него мало хп. Минус маузер. И добиваем солдата. Клан Фуд. Так, а здесь у нас бибоб и нейтрализатор. Ну я, наверное, массовую атаку... А, у меня нету массовой атаки. А если маузеров выпустить? Замечательно. Просто замечательно, ребята. Расписали мы их как по нотам. И у нас, по-моему, еще два поединка впереди. Всего лишь два поединка. И... Да, там уже Крэнк будет. Слушай, мне же нужно хельнуться, по идее. Давай-ка я, наверное, возьму Леонардо. Потому что мало здоровья у нас у... У кого у нас-то мало? У Кужеглова, по-моему, да? Ну что, валуном их пощекотать или так справимся? Давай, наверное, так, укусиком. Плюс пробивной. Так, минус солдат. Минус второй. Значит, здесь у нас хан. Ванька. Валуном. Давай. Не будем тут сюсюкаться. Ну что я тебе могу сказать. Мы идем на последний поединок к самому Крэнгу. Правда, для меня он уже давным-давно не босс. А так, груша для битья. Для меня он уже просто, ребята, груша для битья. Ничего в нем такого суперского нету. Раньше, конечно, он был для меня просто суперзверь какой-то. А сейчас так. Забавная потешка. Давай укусик, наверное, сделаем. Блин, почему ты не повесил кровотечение, а? Пармагон. Да что ж такой тугой-то ты, а? Так, а он взял провокацию. Ну, носорог, а? В минус. Ну все. Бежим прямиком к самому Крэнгу. Где он там скрывается в своем технодроме. Вот ты смотри, да? Он в технодроме находится, он маленький. А когда он делает суперудар, он стоит на технодроме. И он такой здоровый. А тут он внутри технодрома. Как это понимать, не знаю. Так, явился, не запылился. Давай вот этот козырный удар. Отлично. Так, теперь ракеты. Дальше. Ну, давай вертушку сделаем. И... Ага, он ходит. Ракетами. И добиваем. Все, ребят. Вот и весь вам Крэнг. Слабачок. Просто слабачок. Ну что, у нас задание на 100% выполнено. Сейчас посмотрим. Потому что я не хочу, ребята, сундуки инком ударить. ДНК из другого измерения. Вот так вот. Ну да, 100% завершено. Давай потихоньку открывать. И смотреть, что нам здесь будет доставаться. Так, Микеланджело фильм. Крис Брэдфорд. Змейка Вьюн. И еще один Змейка Вьюн. Здесь Леонардо Классика. Микеланджело оригинальный. Плюс Донателло оригинальный. Леонардо оригинальный. Донателло Классика. И Рафаэль Классический. Плюс опять же Рафаэль Классический. И Микеланджело Классический. Собрать и сбросить Так Опачки, ребята, а еще и хватает На зека Шикарно Ну что же, ребята, зек у нас 90 уровня, еще 10 левлов И он будет прокачан по фулке Ну что же, а мы, наверное, будем Закругляться на сегодня Уже увидимся завтра И, ребята Будем Бустить Так что всем пока, всем удачи И до новых скорых видосиков